Улица Рубинштейна Сайгон и кофейная революция И вечный праздник на Думской, Дикой, Думской У каждого времени свой гений места, свой модус ревенди, то есть образ жизни Ночная тишина на улице Рубинштейна. Такого здесь не было давно Это Настя зазывала, как здесь говорят Ее профессиональные обязанности приглашать прохожих в бар Но сегодня, впрочем, как и последние две недели, клиентов практически нет А вы давно здесь работаете? Нет Нет? Нравится? Нет А почему работаете? Потому что еще работал 50 обысков и десятки задержаний Полиция и спецназ работают ранним осенним утром на Рубинштейна А уже через несколько часов журналисты растиражируют сообщения про барную мафию Петербурга Преступная схема выглядела так К состоятельному клиенту в баре подсаживается симпатичная девушка Знакомится, просит угостить коктейлем Клиент пьян, ему приносят терминал И списывают с карты в десятки раз больше Выручка с одного обманутого гостя доходила до трех миллионов рублей Алкоголь был контрафактный Его злоумышленники разливали в гаражах в Калининском районе Санкт-Петербурга На данный момент полиции известно об 11 потерпевших Общий ущерб превысил 10 миллионов рублей По этой схеме работали 9 заведений По некоторой информации все они связаны с бизнесменом Александром Коноваловым Бывший оперативник 28-го отдела полиции С начала нулевых бизнесмен Автор карты сопротивления В которую вошли бары и рестораны Петербурга Игнорировавшие введение ковидных ограничений В январе этого года Коновалова задержали Как обвиняемого по делу о крупной взятке Закрыто Закрыто И вот там через дорогу тоже закрыто Это не просто начало конца Это уже конец эпохи улицы Рубинштейна Которая в последнее время Из самой главной ресторанной улицы Европы превратилась в самую опасную Похожую на нью-йоркский Браунсвилл Район, в который даже полиция уже не заезжает Возвращаясь домой из кружка с ребенком Стоят три человека Приблизительно в одинаковой кондиции Через 20 метров И каждого из них, простите, выташнивает на проезжую часть Это Андрей Он всю жизнь живет на Рубинштейна Из окон своей квартиры он видел все Зарождение, рассвет и вот теперь закат Уходящая натура Конец эпохи Самой шумной и самой праздничной улицы Петербурга Мои окна, вот обратите внимание, верхние, самые-самые верхние Вот таким был вид из окон детской летом А вот так это выглядит сегодня Петербург, 1740 год От Невской перспективы до загородной дороги Прокладывают проезд, мощенный деревом Сначала его назовут Головкинским переулком Затем Троицким К концу 19 века переулок вырастет в улицу А после революции Троицкую переименуют в Рубинштейна В честь композитора, который жил в 38 доме Всего 4 года Вот эта улица, вот этот дом, внешний облик которого с 19 века Ну, за малым исключением, практически не изменился Чего не скажешь о самой улице Потому что Рубинштейна, она же Троицкая Тогда больше напоминала деревню Невысокие дома, огороды Здесь можно было даже встретить пасущуюся козу В этой небольшой улочке были разные периоды И вот новый, тишина и спокойная, размеренная петербургская атмосфера Кажется, вновь возвращаются на Рубинштейна Потому что отдыхать здесь уже не модно Турной тон, и стоит лишь свернуть с Рубинштейна на соседние улицы И вот оно, другое время, другое поколение, другие ритмы и другой образ жизни Мы тут организовываем психологический книжный клуб Будем читать книжку, как рождаются эмоции Это Лиза и Полина Гости Бара в парадной Проводят вечер по-петербургски А это Эдуард Бар в парадной – это его идея Где как не в парадных пили, пели, шумели И мы подумали, что это будет классная штука Естественно, никому не мешает Они и правда никому не мешают В последние годы парадная была не парадной Квартиру выкупил отель и сделал отдельный вход Это помещение пустовало Здесь был настоящий лифт на пять этажей Огромная шахта вверх И сделали из этого большой винный шкаф А где сам лифт? Самого лифта не было давно То есть когда вы пришли, его уже давно не было? Да, конечно, здесь были просто вот стены В общем, во всем, даже в мелочах Стараются воссоздать атмосферу типичной ленинградской парадной Давно я не писал на стенах в парадной Да, пожалуй, вот оно Зарождение нового ночного Петербурга Нового ночного образа жизни Лекция врача-ортодонта Это тоже бар и тоже Петербург Сюда приходят, выражаясь языком молодежным, не потусить, а за новыми знаниями Ты же не сможешь доктору попасть на премию? Он тебе часто на твоем премии не расскажет все то же самое, что здесь Создатель такого формата – врач-невролог Никита Жуков Вот он среди слушателей Научпоп и его популяризация Вот главная идея, которая движет им Как коллеги относятся к этой истории? С пониманием отнеслись К чему мы идем и к чему мы придем Вот учитывая контекст барной индустрии именно в Петербурге Сложно сказать, маловато для того, чтобы судить о трендах Все упрощается А значит, они должны быть простые А значит, они должны быть какие-то, ну, человеческие Позитивные, по-ленинградски благородные, чистые и по-настоящему честные Эта ночная прогулка в окрестностях теперь уже тихой Улица Рубинштейна показала Петербург – город, который задает тренды И рождает новые феномены Которые возможны только здесь В самом интеллигентном и самом атмосферном городе Если не мира, то России точно Потому что это наш особый образ жизни Иван Уваров. Пульс города